Всем привет! Подписались, лайкнули. Ну и пошли смотреть со мной уже украшенный новогодний Санкт-Петербург. У нас поставили такие красивые витражи с елочками. Смотрите, какие шары. Игрушки разноцветные повесили. И все это в витражах. Целых три витража возле гостиного двора поставили. Вот следующая елочка. Тоже с большими шарами, красивыми. И внизу смотрите, какие красотки. И рядом третий. Стеклянный красивый витраж. И здесь уже другие шары. Такие на столбах у нас перья. По-невскому красиво, да? Дедушка Мороз, кто скучает. Синяя елка. Огней просто много синих таких. Дед Мороз. Он и в прошлом году был у нас. И часы. Вот так украшен гостиный двор. А не увидела, впереди еще три таких же стеклянных витража. Тоже с елками разными, красивыми. Сейчас я вам быстренько подсниму на фоне башни. Вот. Они так курят втроем. Здесь с красными шарами елка. Очень красиво. Там дальше вижу синяя. Со снеговиками. Очень красиво синяя. Мы дальше пойдем к башне. Ну и здесь тоже девочки. Нет, здесь Дед Морозы. Видите, какие Дед Морозы. С шарами. Башня нас радует. Ну что, побежали на центральную нашу дворцовую площадь. И посмотрим нашу красавицу, которую остановили в этом году. Ну, Телезинон догадком. Я догадываюсь, что она так же украшена, как и в прошлом году. Ну, пойдемте посмотрим. Походу, посмотрим сразу все украшения на Невском. Наша красивая башня. Вся эта красота, конечно, не передается просто. Она яркая, красивая, голубая, с красным. Так и вечер такой не передает яркие эти огни на Невском. Всю эту красоту и все это украшение. Попробую вам сфоткать пару фотографий. Вот. Для яркости. Надо пару фотографий, конечно, все это вставлю вам. Чтобы было видно красиво. Это вот корона в красном золоте. В таком почве красиво. Видите? Корона в красном золоте. Но здесь она, к сожалению, только отсвечивается светом. Не передается вечерняя картинка питерская. То, как она на самом деле выглядит по-новогоднему красиво. Это яркое желтое золото с красным, с синими огнями. Оно все сосвечивается. Но я все равно буду стараться и покажу вам фотографии. Вдалеке, вы видите, дом Зингеров. Подсвечен полностью в красоте. Так светится. Как будто вот золото переливается. Вот эти вот арки, вставни. Все как будто в золоте. Ну, конечно, светит мороз. На Невском. Смотрится ближе. За светящейся башней. За каналом. Там дальше спас. Сердце. Сердце Петербурга в центре. Вот сейчас видно картинку. Там где бывает. Дом книги. Дом Зингера. Ой, я вам просто не могу передать, как это красиво. На свободный Питер. Праздничный. Вот там праздничный. Чувствуется, поднимается настроение. Какая у нас елка в этом году. Надо пойти посмотреть возле Казанского. Правда, пойду вам отсниму ее. Давай, до завтра. До завтра, да. А на куполе, посмотрите. Казанская Божья Мастер. Отсвечивает. Очень красиво. Просто шикарно. И вот он гневский. Куримик гневский. Для вас снимаю. Для тех, кто очень далеко. Не может там приехать. Любить всю эту красоту. Католическое Рождество уже прошло. Но скоро не за гора. Не наша православная. Поэтому надо тоже посмотреть. Давайте. Как украсили возле Казанского сахара. Елочку поставили. И вот такая. Такой шар. Сейчас мы посмотрим с той стороны. Елка. И вот там вот. Видите? Купол. Казанская Божья Матерь. Наш Казанский вот так вот свечивается. В прошлом году. По-моему, это же была экспозиция. Или, мне кажется, обновили. А вот сдалека. Кто-то, возможно, приедет к нам на новогодние праздники. Посмотреть всю эту красоту. Кто-то вспомнит, кто был в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, наша географическая страна. Большая. Тут я недавно узнала о далеком северном селе Ярсале. Хорошо, что у меня есть некоторые подписчики. И я могу географию изучать. И посмотреть на карте, где это находится. Как далеко и северно. Еще одна небесная красота. Смотрите, как у нас кто-то подсвет включил. Я даже не знаю. Там, наверное, что-то светится. Гирлянда. Нет, красота Невского, конечно, не передается. Через камеру. Все это очень красиво, без камера. Не так ярко. Яркости нету. Но думаю, что вы просто хотите погулять и посмотреть. Просто Невский даже. Ярко-красивая аллея фотографируется. Все приходят, убиваются. И на протяжении всей улицы. Вот такая красивая-красивая. И находится она на большой конюшеной. Так что, захотите пофотографироваться? Можно приехать на большую конюшену и отсняться здесь. Все, бежим с вами на дворцовую. Заодно полюбуемся, какой гладкий будет булочкой. Крашеные маски. Вот, кто чувствуется, новый год. Идет. Мы так раз и повернули с вами на дворцовую. Ну, или сказать, вернее, в сторону дворцовой. Здесь, в этот раз, шары воздушные, елки. Забег Дед Морозов уже прошел. Ну, как всегда, экспонаты бегают лошади. Путарь первый. Надеюсь, встали. Но это статуя. Сейчас мы посмотрим нашу самую главную красавицу. Дворцовую, которую привезли, я правильно помню, со Северского района. Привезли из красавицы, остановили. 20-го числа ее зажгли. Но я не смогла. Я попела с температурой. Поэтому мы сейчас посмотрим. Еще до нового года у нас есть деньги. Вы сможете насладиться этой елочкой. Но кто-то захочет, переедет и сразу ее посмотрит. Так, у нас, как всегда, сувенирчики. Красота сувенирная наша. У меня уже померзают пальцы. Надо же вам красоту показать. И вот сразу выходишь. И она непередаваемо красавица. Так, поярче. Конечно, я вам постараюсь еще фотографии вставить. Потому что она, на самом деле, очень красивая. Нас тут приглашают разные статуэтки. Красиво, да? Вот у нас статуэточка. Там она зовет на площадь. Не будь ни день. Поэтому людей не так много, как это должно быть. Сейчас я специально выбрала, чтобы это был не выходной, а будний. Чтобы мы могли с вами посмотреть спокойно и поменьше людей. Вот она, красавица. Так, а нас далека. Сейчас подойдем и увидим. А не знаю? Посмотрим елочки. Конечно, можно сфоткаться с персонажами. Даже когда вот такая съемка, она красивее смотрится. Все вот пытаются сфоткаться, сфотографироваться с разными персонажами, с царями, с королевами, с царицами. А вокруг вот такой зеленый, живой забор. Вот, а зона есть в сердце. Щелкунчик. Небо наше черное, как всегда. Хочу вам ближе показать, какие на ней висят игрушки красивые. Тоже щелкунчики. Конфеты. И вот так она близко-близко, красиво-пресиво смотрится. Не хватает, конечно, яркости. Играет рок. Не знаю, что здесь за выступление такое. Но играет рок какой-то. Лаша. И вам немножко панорамы. С эрминтажем, колоннадой, елкой. Уже вот музыкальные выступления здесь идут. Поэтому не все покажешь, как хочется. Надеюсь, я вас немножко порадовала нашей дворцовой, елкой. Вы посмотрели ее. Жалко, конечно, кто не может приехать. Но я надеюсь, вы посмотрите в далеком севере. Вас это немножко порадует. И не только на севере, но и в разных уголках нашей страны. Вы видите такую замечательную елочку. Я думаю, у вас тоже есть не менее замечательные украшенные елки. И они вас тоже радуют. И к вам пришло уже новогоднее настроение. Ну а мы с вами будем покидать дворцовую площадь. Вечер. Вечер. Уже подзалезла, а так как я после болезни, то сегодня уже не пойду больше вам ничего снимать. Обязательно схожу на ярмарку. Обязательно сходим. У нас еще будут каникулы, будет чем заняться, будет что посмотреть. Я надеюсь, мы сходим и все это посмотрим. Вот такие у нас сувенирчики. Добрый. Спасибо. Ложечки у нас снимают. Красные камушки. А что это такое у вас? А вы как думаете, какие у вас загадки? Мыло. Нет, лучше не смотреть. Ну пахнет. Местные творчества. Такое есть только у нас. Делаем изювирные малынки. Добавлением люминафоров. С чего они и светятся. Заряжаются от любого света. И сколько такое удовольствия. От 200 рублей или более. В видимости, а детализация. Делаем все сами. Местные творчества. Такое есть только у нас. Молодцы. Спасибо. Ой, пуховые изделия уже у нас тут продают. Но мы с этой с вами потом узнаем. Обязательно. Ходим, поспрашиваем, сколько у нас пуховые изделия. Я тут насмотрела еще некоторых блогеров с севера, которые продают пуховые изделия. Это же интересно для сравнения спросить. Сравнить, сколько вот там на севере продают. Они там это придут, вяжут. И сколько стоит это у нас в Питере. И вот просто интересно. Я буду когда на ярмарке с вами. Я это отсниму. И потом расскажу вам для сравнения, сколько предлагают за эти изделия на севере. И сколько продают у нас в этой севере. И сколько продают у нас в Питере. Ну а на этом я свой ролик заканчиваю. Подписались, лайкнули. И я надеюсь, мы с вами еще сходим, погуляем по новогоднему Питеру. И я не заболею, как в прошлый раз. И всем пока-пока.